12 июля в московском кантри клубе будут спасать дикую природу россии что это будет я имею представление но гораздо лучше об этом знает сегодняшний гость программы продукты 4 который об этом нам сегодня расскажет алексей кортнев у нас в эфире привет вечер прошу спасибо алексей просто вот зачитаю пресс-релиз чтобы ничего не перепутать москов кантри клуб на хабина на хабине а кстати не в нахабина правильно вот по нынешним нормам почему-то опять стало модно говорить во внукове в нахабине в зимзине и так далее нам конечно трудно будет перестроиться на еще надо соба бороться с употреблениями иностранных слов до смаз москва кантри клуб это же должно быть московский деревенский или вензии деревенский клуб нельзя клуб это тоже иностранное слово собрание вместо собрания как все сложно московское деревенское место собраний понятно и главное чтоб не на каблуках не в балетках и не в кедах там были несомненно вот я смотрю что несчастный случай он стоит вот первом списке многих исполнителей и они не в алфавитном порядке имеется ввиду что ваша команда она самая из приглашенных и участвующих самая престижная самая самая пожилая 30-летие в прошлом году поэтому наверное ну да певица максим который здесь да 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 и поэтому просто из уважения к старческого возраста на этот вопрос я получил ответ мне вообще честно я скажу не смущают вот такие мероприятия когда у там у нас там кто кто у нас там мишка панда до эмблема вот этого фонда мы там спасаем дикую природу и при этом в списке мероприятий там картины никаса сафронова продукты сегмента лакшери тайский балийский массаж ну вот разумеете меня в чем я не прав когда смущаюсь я тоже как правило смущаюсь когда вижу предметы лакшери никаса сафронова но тем не менее я понимаю что если собранные деньги а там в общем собираются достаточно большие деньги потому что входной билет стоит прямо такую сумму круглую круглую какой такой здесь ничего не написано одинарный входной билет он стоит 9000 рублей понятно что массаж входит вот да дальше обходят все входит до кассафронов и бижутерия лакшери и балийский массаж все входит а эти 9000 рублей но наверное там с какими-то минимальными вычетами за перевод банковские и прочие идут в фонд ввф и дальше уже используется на нужды зверушек россии трав и ну или кто вообще все это вот будет контролировать мониторить или вот вас 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 пригласили вы поучаствовали вас в общем там асу ну да мы конечно это не мониторим точно мы будем принимать в третий раз участие в этом бале мне кажется что у фонда дикой природы достаточно хорошая репутация чтобы им довериться в этом вопросе что эти деньги не канут там абы куда потому что они все-таки занимаются конкретными вещами правда я конечно опять же к независимым экспертам не обращался но сами и я не буду а я буду что буду мониторить мы мониторим судьбу кошек которых мы пристраиваем прекрасно вопрос о природе не знаю насколько уж дико это это марта да и и и и зовут марта марта приговор зовут марта хорошее название для альбома и и зовут марта вот и мы найдем марте хозяина или хозяйку она вполне себе не дикая природа вполне себе природой и и не дико очень тихая милая чистая кошечка это видно даже вот с противоположного дивана у вас ведь есть до представители фауны да у нас в семье живут кошки но они такие полузверские полу одичалые они живут в подвале нашего дома загородного и мы их не кормим очень любим то есть чешем ласкаем на кормятся они сами всякими жучками паучками и в частности съели всех мышей в деревне за что мы им очень благодарны к нам когда в деревне приезжали представители с с там морить каких-то клопов то он вылезший из подвала этот представитель снял маску себя искал ничего себе у вас нету крыс в деревне то есть эта деревня в которой кошки победили крыс значит кто кого победит 12 июля здравый смысл или маркетинг вы знаете не берусь ответить я верю в то что то есть я не берусь ответить аргументированно я могу только верить в то что побеждает здравый смысл атмосфера на этих балах прекрасная совершенно во всяком случае на тех на которых вот мы были с моими коллегами очень дружелюбная очень радостная и совершенно не на шпильках там все это происходит ну потому что под по земле по троле невозможно антре классно очень много детей чудесное совершенно зрительный зал в котором просто прессованные блоки сена набросаны на траву на котором можно сидеть или лежать это как-то очень уютно и и мило нет я вот допустим нам прозвучал имени к сафрону я обожаю ник совершенно нотка как как человека я я выбрал оцениваю как там то товарищи но просто мне кажется что вообще вот все эти мероприятия ну сразу там вот возникает вопрос на почему вот несчастный случай почему певица максим там ник сафронов там не рисует животных допустим есть но до животными некоторых представителей знаки которых он изобразил вот как происходит вот этот кастинг условно говоря знаю же не знаю врать не буду нас просто приглашают периодически не каждый год вот там ну через год скажем они говорят ребята не могли бы вы нам помочь а мы говорим да мы в этом году свободно давайте пожалуйста мы вам поможем собственно и все понятно что никаких гонораров никто из нас за это не получает и думаю что если там никос будет рисовать шар же как художник на арбате тоже за это не будет брать денег это будет некое развлечение а вот допустим там будет несколько музыкальных номеров это потом как-то оформляется в какой-то диск там это не виде выпускать насколько я знаю нет я думаю что происходит такая репортажная съемка и наверное ребята потом монтируют какой-то отчетный фильм об этом но опять же думаю что коммерческой стоимости он никакой не имеет не знаю но у вас допустим это чисто служебная такая какая-то история или вы там семьей туда пришел и семьей да я туда собираюсь ехать прямо у меня слава богу будет жена в это время в москве как раз в перерывы между какими-то там сборами спортивными будет здесь и мы возьмем всех своих детишек и поедем туда прям столько своих или всех-всех вот у вас же пятеро да по-моему до 5 рай ну я думаю что 4 сына и 4 сына и дочка но старший мой совсем старший он работает работает и совсем был гонг его кстати наверное в москве в это время не будет старший средний будет в этот момент поступать в университет и ему совсем вообще не прям не по именам их а прям вот поскольку имена же вам ничего не скажет а вот всех остальных троих младших я конечно повезу с собой я у всех многодетных отцов ну и матерей кстати тоже спрашиваю вот людей я имею ввиду творческих вот не приходило вам голову собрать коллектив таких кортневых вот взять кама команду кортневых и вы знаете нет не приходила потому что трое младших моих они унаследовали же не только мои гены но и гены моей жены на васил назариповой у которой нет ни слуха ни голоса вообще а вот это да и это и а это когда-то было помехой в шоу-бизнесе в таком составе как вы предлагаете такой а-ля джексон спай да да конечно было понятно потому что мне кажется что и если мы уже начали ну затронули тему ну как бы пиара пир же я без всякой негативной коннотации мне кажется хороший был бы пиар ход в принципе наверно но тут еще нужно учитывать что у нас разброс такой старшему у нас 26 исполнится вот-вот в этом же в этом если мы уже джексон файл нули в этом же есть какой-то кайф согласен сложновато нет не потянем наверное мы это все-таки наша семья не так сконцентрирована на музыке как семейство джексон ну а дети учитывая что они там от разных матери они коммуникают между собой очень-очень коммуникают просто ну то есть не менее не нет как какого-то там какого-то антагонизма нет абсолютно нет они очень друг друга любят вот без малейшего преувеличения младшие старших братьев просто обожают как прошел отсутствие допустим голоса и слуха это ведь не значит автоматом отсутствие интереса к музыке что они слушают младшие слушают очень любят песни из современных мультифликационных сериалов сейчас надо сказать происходит фантастический ренессанс детской песни и я не была в тут же вот я при руну и что такой детской песне просто сперва объясни песня написанная специально для детишек для детских фильмов или для детских мультфильмов но сейчас через мультипликацию этот ренессанс происходит потому что детского кино большого полноформатного практически не ну то есть оно есть но она не становится столь успешным как сериалы там смешарики фиксики маша и медведь барбоскин и так далее я очень хорошо разбираюсь в предмете потому что мои дети смотрят это все непрерывно и там появились восхитительные совершенно композиторы и поэта которые делают просто шедевры на уровне вот сейчас скажу кощунственная но тем не менее на уровне бременских музыкант до на и на уровне энти напишут люди причем несколько таких человек которые пишут тексты это просто восхитительно а самая лучшая работа не из мультфильмов на мой взгляд пластинка которую спродюсировала и частично записала моя жена бывшая любимая ира богушевская который 1 да да который называется детская площадка состоит там из 19 по моему детских песен невероятного качества совершенно вы с богушевской поддерживаете отношения творческие или как родители как родители первенца во-первых во-вторых ну вот скажем ирка выступала у нас на юбилей на 30-летие у нас несчастно несчастного случая у нас целая глава была посвящена как бы становлению группы возникновению ее и студенческому театру мгу соответственно где мы сырые познакомились и поженились и ира вот там у нас была центральный персонаж большого блока с нами спел несколько песен вот ваш творческой биографии на самом деле поражает разнообразием формата и телевили там и и у тебя два слова уже приобрел коммуникают и телевили это мой собственный новаяска ну а как сказать ну вы работали телевизор не очень нравится вы служили телеведущему вы очень многих это эти проекты вы бросали то что вам становилось как-то скучно или как пара не или появлял что-то более я бы сказал так вот то что было на телевизоре заканчивалась всегда я думаю по причине того что становилось скучно я не не сам закрывал но наверное качество начинало катиться вниз ну и потом на самом деле мне не удалось ни разу сделать с коллегами с моими программу которая бы действительно стала такой хитовой не продержалась бы там больше двух сезонов ни разу как-то появлялась исчезала появлялся исчезала но с другой стороны я очень благодарен судьбе за то что там принимал участие в оба на и в квн и во многих проектов она это сугольником да 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 и потом же с ним же по моему еще несколько было каких-то ну ты вы начнет потом мы как раз как как-то так подрастались то есть игорь остался и доводил лобану до совершенства и еще сделал там выпусков 300 наверное а мы с валдисом покинули к сожалению эту гавань потом вы вы же еще там переводчик мюзиклов да и это вот как как это водка мне мне всегда интересно как это происходит кому в голову то есть вы говорите я бы мог бы это сделать или вам говорит алексей а вот есть мюзикл такой ну второй вариант я в тот момент когда мне предложили переводить работал в рекламном агентстве большом и очень много занимался адаптацией переводом с английского языка всяких рекламных лозунгов песенок там стишков с рекламными слоганами еще работали это на самом деле это взаимосвязанная абсолютно вещь то есть это не не это ну как ветки разные ветки одного дерева на самом деле а плоды то там примерно одинаковые возревают все очень близко и мои знакомые просто которые собрались продюсировать вот первый собственно привоз такого большого шоу иствикские ведьмы в россию обратились ко мне с вопросом не хочу ли я попробовать это сделать я на честной совершенно конкурсной основе выиграл тендер вы помните когда вы свое первое произведение написали то есть это же было наверное совсем нежно еще да совсем я помню что я сочинял первые песни сидя на горшке в ванной комнате а так да 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 прям уже кровали не и не не текстики а вот прям с музыкой да 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 я орал песни еще на горшке то есть это стало быть но не больше трех лет всех по разуму я понимаю да я при моих габаритах думаю что перерос горшок годом четырем точно и мои родители там какие-то записывали правда ноты они не записывали конечно я не думаю правда что там были какие-то ноты но слова они фиксировали вот первый текст который потом мне мама показала был такой мчатся по мосту машины все они спешат шины 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 по шоссе шуршат я считаю вам не себе это а литерация такая которая вообще есенину не снилось вот раньше не было гаджета все это не фиксировала то есть вы своих фиксируете да конечно ну конечно ну а как от этого невозможно и главное мне кажется не нужно удерживаться конечно мы своих детей непрерывно снимаем потом смотрим они сами очень любят на себя ну то что это новое поколение этим живет это даже вот можно про это не говорить просто мне странно вы ведь не представлены почти или вообще в соцсетях во всем чего звук я вас не нашел почему вы знаете я боюсь что меня в последние годы одолевает лень я как-то раньше очень очень много всего успевал очень много работал сейчас как-то соскучился и стал работать медленнее менее продуктивной я прекрасно понимаю что если у меня появится еще один отвлекающий фактор в жизни соцсети отвлекают страшно от работы это право я это вижу просто с одной стороны для кают на с другой стороны они как бы вот дают возможность держать руку на пульте я почему про фейсбук спрашиваю потому что я беседовал как-то с федоровым главой в циома и он употреблял такой термин партии фейсбука и вот вы в этой партии ну как бы должен был бы ну вы в президиуме услову условно президиум условной партии поэтому мне странно что вот вы знаете у меня эти себя очень очень тесно контактирую со своими коллегами по группе и мы практически с ними не просто общаемся видимся каждый день мари на репах или как на формате на спектаклях на концертах на халтурах мы на самом деле играем два-три раза в неделю всегда летом 3-4 раза это корпоративы но это сейчас количество корпоративов фатально сократилось сейчас корпоративов наверно где-то один к десяти я стала хотел бы уточнить сейчас это когда в этом году после распоряжения владимир владимирович о том что корпоративы должны проводиться за собственные деньги корпорации их количество начало сокращаться стремительно в связи с рецессией потому что в общем это на самом деле чувствуется народ стал праздновать гораздо скромнее потом владимир владимирович еще сказал хватить у нас слетела по моему 7 концертов в декабре а у людей которые по раскручение это там и по 20 но они слетели это просто вот условно говоря условно экономические тенденции ли это как связано с вашей политической активностью нет это экономическая тенденция я не думаю то есть может быть что-то понимаете мне не дано это опять же возвращаемся к проблемам они нет но вы же вы же общаетесь с людьми что нет 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 по политическим соображениям нас ни разу не бодали ну по-моему один раз был какой-то прецедент когда президент некого кинофестиваля распорядился нас на него не приглашать потому что это противоречит его политической позиции и я за частный случай и частный случай да я совершенно с этим согласен точно есть ты президент ты имеешь право кого-то любить кого-то не любить этого мы говорим ну дядечку но дядечка наверняка услышав поймет и вообще вся условно говоря тусовка поймет а вот кошка марта я не настаиваю если если это бог с ним пожилой человек если я вообще не знаю зачем об этом хорошо а пожилые люди не с какого возраста начинаются я хотел мне кажется что для человека и все равно человек это человек который старше его лет на двадцать-тридцать а то есть вот эта планка меняет декабря ну конечно но как но для трехлетнего дитя вот я уже там явно пожилой человек даже для 17-летней девушки грустно вот это грустно когда собственно все женщины того возраста который тебя действительно интересует уже берут автографы исключительно со словами вы так нравитесь моей маме ясно понятно хорошо будем считать что с этой темой мы проехали про кошек мы поговорили у нас время фоды просто про это поговорили про кошек говорили больше тем не осталось и нет мы 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 самое главное что мы узнали что 12 июля будет до поняли как это будет и главное зачем то что то что то чем я был задачен зачем вы вполне убедительно как мне кажется меня меня вы убедили прекрасно вот а марте все равно она сама по себе вполне природа кстати совсем не дикая мне кажется у нее шансы по моему она такая очень 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 домашняя природа а здесь четыре фишки до 4 и карточки с цветами корреспондирующими видами фишек значит вы выбираете фишку выбираете карточку отвечать на вопрос или не отвечать на вопрос давайте так так шум белое белое это я вам выбираю это свободный вопрос не вот я чтобы показать что я свободный вопрос вопрос а я всегда на подумать и карточку вопрос на подумать пробовали ли вы мясо животного которого не принято есть вот марта какого ну я могу рассказать вам историю такую когда-то в 90-е годы мы были на гастролях в самаре еще со студенческим театром мгу и летели обратно на самолете из самары в москву и рейс страшно задержали в связи с погодой из какой-то мы сначала сидели в самаре в москве была гроза потом нас посадили в пулково потом из пулкова еще через час мы полетели во внуково приземлились во внуково спустя наверное часов 6 после того как нас посадили в самолет поскольку это рейс самара москва то никакой еды на борту естественно не было нас какая-то бабушка вареньем кормила которую внучки везла но весь самолет и вот когда во внуково мы выбежали из самолета выбежали на привокзальную площадь а там продавались шашлыки какие-то местные люди колоритные жарили шашлыки мы прибежали к ним и от голода от жадности купили по три палки по четыре вот этих вот сочащихся кусков мяса начали их есть едим-едим и взяли слишком много не смогли много осталось и взяли мы тарелку с моими товарищами и так пошли искать собак чтобы покормить и нашли там какая-то стайка сидит недалеко в кустах мы им так на эти бобики это мясо они так и пятятся вот это его я думаю ел я мясо живота 95 процентов ну кстати с собаками в корее очень даже ну да ну у нас то не принято тем более вот этих прямо бобиков которые рядом так снова подумать да прям в цвет вашего сегодняшнего прикида глаз и могу сам брать да 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 мне только вам иногда кажется что вы умнее большинства ваших друзей я скажу так казалось сейчас я этот это мнение свое перерос то есть я во первых познакомился с несколькими людьми которые точно умнее меня произошло это в возрасте уже старше 30 лет а первое а во вторых все-таки мне кажется с течением времени гордыня развеивается если человек все-таки умен хотя бы по разному по разному ну хорошо мне все четыре тащить нет сейчас последний будет третий желтая я вижу одну но хочется конечно выкопать что-нибудь как всегда в жизни так неловкий вопрос вам случалось засыпать на спектакле в кино ну конечно да конечно мне случалось засыпать это всегда страшно неловко один раз когда-то давно мы пошли с моей гражданской женой юлии рудберг в театр имени гоголя где игрался спектакль по пьесе стримберга ночь три бат и в какой-то момент то есть это было такое зрелище что в какой-то момент я несколько раз засыпал юлька меня будила я умудрился в темноте в зале достать книжку из сумки и начать ее читать в неверном рефлексе осен просто чтобы не валится там туда то сюда на сцене разыгрывались какие-то лесбийские страсти страшные совершенно я читал вот ну а перед этим несколько раз уснул 12 июля московском кантри клубе никто спать не будет потому что там будет алексей кортнев и группа несчастный случай спасибо